всех приветствую на своем канале вот сегодня пойдет речь о китайском произведении искусства о китайской грамоте и так как не сделать пожара себе в доме за 10 гривен можно ущерба себе наделать на миллион благодаря китайцам у меня соседка купила такие вот две штуки 2 таких вот переходника до насчет который втыкается в розетку сюда вкручивается лампочка значит и плюс выключатель она попользовалась такой штукой два дня у нее была получена первая штука сгорела причем сгорела так ну а начать с инфарктом не попала в больницу вторая штука попалась мне на мне и просто отдала вот но поговорим о том почему у нее там не выбило пробки это мы в дальнейшем поговорим значит это не означает то что если у вас хорошие пробки автоматика что можно такую штуку естественно покупать и ставить вот но скажу одно кто хочет попробовать кому ну обычно фейерверки сейчас дорого стоят вот такие фейерверки за 10 гривен я думаю довольно таки неплохо купить и попробовать каждый может на рынке это все в свободном доступе продается не надо разрешение на петарды вот продавайте такую штуку и у вас будут фейерверки дома значит прямо full реализм можете попробовать прямо обеспечено сварочный аппарат отдыхает естественная его разобрал посмотрел как она сделана вот но об этом патроне мы немножко дальше поговорим вот у меня было такое видео по поводу ремонта люстры значит сейчас говорим именно об этом вот я естественно разобрал здесь три шурупа значит задний один шуруп который сдерживает эту крышку с этой конструкции плюс 2 самореза таких вот два шурупа которые соединяют внутреннюю эту чашку резьбовую вот этот пластик то есть так скажем к средней крышки вот этой вот она все вкручивается именно сюда фиксируется на данную эту штуку так вот двумя шурупами все это соединяется плюс к одному из шурупов припаян один проводок 220 припаивается наконец на его припаивается тут контакт значит ну я думаю вам видно да что показывал значит фишка в чем значит фишка в другом есть центральный контакт вот он который идет на лампочку на центр есть такая пружина вот он одевается и туда так вот вставляется но не просто вставляется ложбинок тут ребята нету значит провод подпаивается очень пакостно то есть он сразу же отлетает вот и он сразу же когда он отлетел от этого шурупа он стремится естественно куда упасть вниз значит пружинка вот это вот с этим контактом она упирается в средний контакт выключателя то есть и все бы ничего ребята если эта пружинка и этот контакт провода на который идет на саморез он бы был бы нормально припаян они экономно как китайцы паяют все это дело хреновым оловом а бы так а бы держалась значит пружинка без ложбинки ложбинки здесь нету этот контакт естественно юзает со временем съезжает ну у есть такая способность езжать то есть если бы он бы съехал бы сюда в эту сторону ну может быть не не коротнула бы просто пропала бы но так как провод сам вот этот отскочил плюс вот этого пружинка видно съехала сюда то есть провод попал таким образом отскочил именно в пазы пружинки пролез вот и все это дело ребята коротнуло коротнуло так в общем с хорошим возгоранием то есть замыкание в общем плавка от этого пластика кстати китайцы естественно пластик тут он хорошо дымит горит едко прямо вот начала плавятся в общем чернеть естественно как сварочный аппарат искрить то есть но фишка в другом пробки не выбили из-за того что у нее там предохранители стояли старых еще в таких там как жучок ставятся ну знаете да то есть предохранитель не покупать каждый раз не бегать на рынок мы по магазинам значит хозяин царство небесное мужью впаял перемычку на предохранитель значит и таким образом предохранитель бы просто выгорел а тут получилось получается короткая которая нагревается и которая просто не отключается просто выгорает дальше есть контакта но естественно как сопротивление тут выгорает то есть дымит вырабатывает едкий дым то есть у женщины чуть инфаркт не случился поэтому не советую такое покупать не но если кто хочет фейерверк попробовать купить значит и по поводу такого тоже говнеца если тут это не латунь это покрашенный алюминий не вводите себя сами в заблуждение то есть тут тоже это не алюминий покрашены это не латунь и такое вот резьбовое соединение она остается прямо на патроне на лампочке то есть на цоколе лампочки фишка в другом проблемы таких вот патронов уязвимого места естественно заклепка 1 и 2 моя метода я уже показывал ремонт я уже много таких патронов делал значит я просто пропаиваю хорошенько вот эти вот заклепки в патроне хорошо флюса туда и хорошо туда припоя то есть она пропаивается нормально и в итоге у меня лампочка нормально светит то есть нормальный контакт по поводу данного резьбового соединения алюминиевого то есть резьба в керамику вставляются китайцы машина просто ставят машина устанавливает значит просто штампом вдавливает и происходит фиксация видите дач 4 по контуру до видно пробой ником каким-то хопа и забили значит многие мои знакомые я в том числе иногда использую дабы вот это тут резьбовое соединение оставалось на лампочках есть такая фум-лента белого цвета ну водопроводчики все знают кто краны соединительные все эти значит она недорого стоит фум-лента то есть белая я мотаю естественно фум-ленты сюда чуть-чуть и через фум-ленту через один слой я как бы фиксирую надо бывает вместо фум-ленты еще или с фум-лентой надо применяю обычный клей супер клей цинопан вот иногда резиновый клей момент классика надо вклеиваю тоже с фум-лентой то есть также фум-ленту клею сюда момент наношу на фум-ленту наношу потом именно фум-ленту с этим клеем и также клеем моментом сюда наношу на керамику жду а потом все это дело вклеиваю фум-лентой с плотно дарки чтоб она была плотно вставлялась фиксирую все это туда в патрон и такие патроны довольно таки неплохо держит потом со временем но это естественно китайскую грамоту так вот надо исправлять потому как нормального ничего у нас на рынке ребята нету вот тоже держите на заметку ну а по поводу данного устройства лучше не покупать я думаю всем понятно всем так что всем удачки всем пока